Здравствуйте, дорогие лисперы! Продолжаем изучать этот замечательный язык. Я задал вам на дом домашнее задание подсчитать сумму многоуровневого списка. Давайте посмотрим, как это можно сделать в лиспе. Это можно сделать разными способами. Запустим наш хоум-лисп. Вот мы его запускаем. И посмотрим, как можно решить эту задачу с использованием тех средств, которые нам уже известны. Давайте сначала я быстренько перенаберу старый код, который мы рассмотрели в прошлой лекции. Например, с простой рекурсией. Мы называем функцию сумм-лист. Она принимает на вход список обозначимого LST. И работает она так. Если наш список пуст, я напоминаю, что это функция null, она проверяет, является ли список пустым. Сумма элементов пустого списка равна 0. Сумма элементов не пустого списка, иначе, она равна сумме головы. Голова списка – это кар LST. Плюс сумма хвоста. А чтобы вычислить сумму хвоста, мы вызываем нашу же функцию рекурсивно на хвосте нашего списка. Хвост списка – это КДР. Я надеюсь, что вы это не забыли. Так, так, так. Скобочки одной не хватает. Сейчас проверим баланс скобок. Да, одной скобки не хватает. Добавляем недостающую. У нас получается кодная функция. Давайте проверим, как она работает. На одноуровневых списках. Сум. Лист. Задаем список. Раз, два, три, четыре, пять. Не забудем, что его нужно квотировать. Функция сумма лист – это обычная функция. Она свои аргументы вычисляет. И если мы не поставим значок квотирования, то произойдет ошибка. Здесь ошибки не происходят. Все работает. Ну, а теперь давайте попробуем поставить в этом списке где-нибудь более глубоко вложенные скобки. Я напоминаю вам, что в Home Lisp повторение последней введенной команды это нажатие Ctrl-Backspace. Вот я ввел последнюю команду. И вот где-то, например, тут 4 и 5 я заключу в дополнительную пару скобок. Смотрите, что у нас получилось. У нас выдалась ошибка. Error state. Ошибка. Состояние ошибки error state говорит о том, что вычисление завершилось неудачно. И есть диагностика, которая выдала функция сложения, PLUS. Эта функция не может сложить свой аргумент со списком. она говорит, что один из аргументов не атом. Если вы еще не поняли, почему это происходит, давайте включим трассировку нашей функции. Trace sum list и повторим вычисления, которые опять закончатся с ошибкой, но, может быть, трассировка нам что-то подскажет. Смотрите, функция благополучно вызвана один раз. Она запомнила единицу, что единицу надо будет потом прибавить. Она запомнила двойку, что двойку надо будет потом прибавить. Она запомнила тройку, что тройку надо будет потом прибавить. И ошибка произошла. Запомнила, что список 4 и 5 нужно будет прибавить. Потом она дошла до пустого списка. И к нулю она должна была прибавить, именно прибавить, как PLUS, список 4 и 5. Но нельзя прибавить список к нулю. Можно прибавить 4 к нулю или 5 к нулю, но нельзя прибавить список. Вот в этом-то и ошибка. Как же нам быть? Давайте подумаем. Решение на самом деле очень простое. Если голова списка является атомом, то ее можно прибавлять. Функция SUMMLIST говорит, один из аргументов не атом. А если оба аргумента атомы, то их можно складывать. Ну, на самом деле, не всякий атом это можно складывать, только числа. Но у нас списки числовые, поэтому об этом мы сейчас не думаем. Если же голова списка не атом, не атом, а что еще может быть в ЛИСПе, кроме атома, а не атом, значит список. Если голова списка является списком, то... И вот тут момент истины. Если голова списка является списком, так его можно просуммировать нашей же функцией. Она для этого и предназначена. И в результате у нас получится решение вот такое. Давайте я верну нашу функцию в область ввода. Смотрим, что здесь нужно проделать. Вот в это место, если список пуст, то сумма его равна нулю. Это, как говорится, святое. Это условие мы трогать не будем. Добавим сюда еще одно условие в конд. Я же вам говорил, что конд может иметь сколько угодно условий. Столько, сколько вам нужно, как программистам. Это зависит от вас. Вставляю сюда еще одно условие. Как отличить, является ли является ли некий объект атомом. Вспоминаем. На прошлой лекции я вам давал базовую функцию, функцию чистого листа атома. Она нам как раз здесь подойдет. Набираем. Если голова списка является атомом, вот так, то в этом случае нужно просто прибавить эту голову к вызову на хвосте. плюс кар ЛСТ и к вызову на хвосте. Вызов на хвосте выглядит так. Сум лист а хвост списка КДР ЛСТ. Проверяем баланс скобок. Тут надо вот так и вот так. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим условие иначе. Если у нас голова списка не является атомом, то вот это выражение становится неправильным. Но написать-то его можно, но при вычислении оно выдаст ошибку. Как у нас это и было. Вы тут видите протокол трассировки, он у вас перед глазами. Вы видите, что здесь ошибка. Но в этом случае, если голова списка не атом, то мы можем просто вот этот голову от головы списка вычислить сумму. Точно так же с помощью нашей же функции. Сум лист и вставляем еще одну скобку. Проверяем баланс скобок. Все хорошо. Но прежде чем вводить эту функцию в среду лиспа, я хотел бы вам сказать, я в прошлой лекции не сказал вам про одну очень важную вещь. При оформлении исходного текста очень полезны комментарии. Комментарии в лиспе, в хоум лиспе по крайней мере, можно записать в любой строке, отделяя их двумя двоеточиями. Вот поставим два двоеточия и здесь напишем по-русски. Если список пуст, сумма равна нулю. Здесь если голова списка атом, ну я не буду писать, что здесь происходит и тут я просто поставлю многоточие. Вот. А здесь соответственно если голова списка список мы разобрали все условия. Вот теперь это можно завести. У нас появилась новая функция и давайте проверим как она сработает на том примере, который мы хотели вычислить. У нас включена трассировка, запускаем этот пример, но я надеюсь, что я нигде не ошибся, давайте проверим. Если ошибся, то тем интереснее, сейчас будем исправлять эту ошибку. Вот. Ответ у нас получился правильный. 15 и посмотрите, как она считала. Функция отрезала единицу, отрезала двойку и запомнила, что ее надо прибавить, отрезала тройку. Дальше она начала считать сумму вот такого списка, она вошла в список 4-5, она отрезала четверку, она дошла до пустого списка, она прибавила к нему 5, получилось 9, теперь произошел возврат к вычислению вот этого выражения, тут получается к пустому, к нулю, мы прибавили 9, получилось 9, ну а дальше пошел обычный обратный ход 12, 14, мы стали прибавлять 9, 3, 2, 1, и получили правильный результат. И получили правильный результат. Теперь эта функция будет работать как бы вы не вставляли скобки, эта функция будет работать успешно. Ну давайте вот я трассировку отключу, потому что она получается очень объемной, а вы, если дома пробуете, тренируетесь, вы на своих компьютерах можете поиздеваться над этой программой. Мы сейчас отключим трассировку. untrace sum list и давайте попробуем ну как-нибудь наш список поломать. Например, тройку заключим вот так вот в скобки и пробуем запустить. Результат все равно правильный. Итак, было бы как бы мы не делали, теперь для произвольных многоуровневых списков результат всегда будет получаться правильным. Таким образом мы с помощью простой рекурсии эту задачу успешно решили. Подумайте, я вам даю такое задание на лету, подумайте, как эту задачу решить с помощью накопительных параметров. Ну, смысл решения будет такой же, но чисто внешне она будет отличаться, она будет чуть-чуть выглядеть чуть-чуть по-другому. А сейчас я хотел бы вам показать, как можно работать не только с хоум-лиспом, но это моя основная среда, которую я использую, это такая среда, разработанная именно для начинающих, для учебы. Но если вы хотите использовать профессиональный лисп, давайте посмотрим, как это будет выглядеть в профессиональном лиспе. Вот, значит, я хоум-лисп сейчас сворачиваю, открываю онлайн-компилятор. Вот у меня сайт ide1.com, я вам говорил, что это хороший сайт, на котором куча компиляторов лежит. Вы можете на этом сайте зарегистрироваться, как это сделал я. Вот я тут зарегистрировал, поэтому у меня, видите, тут закладочка «Мой аккаунт». Если вы на этот сайт первый раз зайдете, у вас этой закладки не будет. Теперь я хочу программировать на каком-либо компиляторе. Вот, посмотрите, здесь я специально сделал крупный шрифт, чтобы на видео это было лучше, поэтому все органы управления на экран не помещаются, я выжден немножко опустить ниже. И вот, посмотрите, здесь закладка «Выбор языка программирования». Вот я нажимаю вот так, и посмотрите, сколько здесь разных языков, и вы можете совершенствоваться в совершенно разных языках при желании. Вот здесь слева популярные языки, но, как видите, LISP не принадлежит числу популярных, а здесь все языки, которые есть. Вот, посмотрите, здесь два, две версии Common LISP, вот это SBCL, это очень быстрый компилятор, один из самых быстрых, если не самый быстрый компилятор, но у него есть особенности в входном языке. вот это C-LISP, это стандартный компилятор LISP, вот тут имеется язык Clojure, это язык очень близкий к LISP, но он транслируется не в код микропроцессора, а в код Java-машины, поэтому вот сейчас есть возможность работать и так, то есть вы можете работать как будто бы на Java, а на самом деле на LISP. язык Clips, это тоже язык близкий к LISP, но на самом деле он служит для разработки экспертных систем, он имеет некоторые отличия. И вот тут есть раз, два, три версии языка схема, схема это тоже одна из версий LISP, но мы ее с вами рассматривать не будем, то есть вот на этом сайте много разных версий LISP, мы выберем вот этот, обычный стандартный Common LISP. Здесь пишем код, смотрите как это выглядит. Пишем нашу функцию, тут довольно дружественная среда, как видите с синтаксической раскраской, сум лист, я просто переписываю все то, что было, что мы только что делали в Home LISP, условия cont, здесь если список пуст, результат 0, и если голова списка Atom Car LST, то тогда мы выполняем сложение плюс Car LST и вызов нашей функции на хвосте Sum List KDR LST Так, аккуратненько со скобками, ну здесь видите достаточно удобно, сразу видно, сразу виден конец очередного условия, так, давайте-ка проверим, вот тут у нас все правильно, да, у нас все правильно, и в противном случае в противном случае мы выполняем сложение суммы головы списка Sum List Car LST вот в это условие поток управления придет, когда голова списка является списком, поэтому можно вызвать функцию Sum List получить правильный результат, а сюда вставить вызов нашей функции опять-таки на хвосте Sum List KDR LST так, проверяем, 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 все, функция готова, но хочу вас предупредить об одной особенности, здесь мы не сможем работать в таком интерактиве, как в HomeList, потому что в данном случае программа транслируется в код, и этот код потом запускается, если мы сейчас этот код запустим, то функция протранслируется, и никакой обратной связи мы не получим, эту функцию нужно тут же и вызвать, для того, чтобы функцию вызвать, нужно ее вызвать, и вызвать функцию Print, которая печатает результат, вот давайте и так и поступим, функция Print, она есть, ну ее модификация есть и в HomeList, но она нам пока была не нужна, функция Print, мы вызываем наш наш SumList и тут лишний апостроф, и даем, квотируем и даем какой-то список, раз, два, три, ну а тут вот, 4, 5, 6, так, 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 ну вот, смотрим, все ли у нас со скобками в порядке, со скобками все в порядке, и теперь вот этот код можно запустить, опускаемся несколько ниже, находим кнопочку Run, если у вас высокое разрешение на экране, то у вас все будет видно на одном экране, то есть вам не надо будет по экрану елозить, это я специально сделал крупный шрифт, чтобы на видео было удобнее, нажимаем Run, ждем, все, вот слово успешно говорит о том, что все у нас прошло благополучно, а результат 21, который должен получиться, он у нас, как видите, получился, вот, единственным недостатком вот этого сайта, но на мой взгляд очень серьезным недостатком, является диагностика ошибок, первая ошибка выдается внятно, а все последующие ошибки для данного проекта выдаются в очень плохой форме, выдается вот в это место, где у нас слово успешно, выдается красная надпись, ошибка, и ищите ее типа сами, это очень неприятно, а во всех остальных смыслах это прекрасный сайт, тут много компиляторов, вот посмотрите, я могу показать, вот мы с вами сейчас код набили, вот давайте откроем, я покажу вам закладочку, что мы здесь сейчас увидим, я давно уже этот сайт использую, ну для студентов, и для всего, вот сегодня у нас 8 июля, вот мы набили кодик, это его хэш, с помощью этого хэша вы всегда можете ссылку на этот код дать кому угодно, и он будет видим, вы можете посылать этот код вашим друзьям, и они могут с копией этого кода работать, ну давайте вот тут я напишу, что это, на память себе, что это суммирование списка, и нажимаю сохранить, все, у меня все благополучно, все сохранено, ну на этом мы первый шаг сегодняшнего дня заканчиваем, мы рассмотрели подробно аж на двух компиляторах решение нашей домашней задачи, поэтому сейчас можете немного передохнуть, а дальше мы начнем новый материал, и новую практику.